Привет, ребята! Меня зовут Лена, и мы сегодня с вами будем играть в мячики. Сказала бы я, если бы вы были в классе, но нет. Мы не будем играть в мячики, но мы будем их рассматривать. Различные мячики, различные шарики, а точнее будем знакомиться с некой темой сфера и шар. Оказывается, эти два понятия отличаются. Я надеюсь, что в девятом классе вы их уже отличить сможете. Давайте вот на засыпку сейчас задумайтесь просто над одним вопросом. Чем отличается сфера от шарика? К концу нашего сегодняшнего занятия вы, конечно же, сможете ответить на этот вопрос точно и явно понятно. Сейчас у нас на рисунках есть разные гири, мячики для спорта, мячики для бассейнов всяких разных детских. Мячики, опять-таки, для каких-то гимнастических упражнений, шарики бильярдные, шарики для боулинга, шарики для пинг-понга, шарики для гольфа. Тут много шариков и мячиков. Но, оказывается, у всех у них есть определенные свойства, определенные, скажем так, характеристики, по которым мы можем посчитать некоторые параметры. Что за параметры, узнаем чуть позже. Итак, начнем с того, что такое сфера. А вот сейчас перед нами сфера. Но при этом, кстати, вот по рисунку я не могу сказать, сфера это или шар, пока мне об этом не скажут. Почему? Дело в том, что сфера это некое геометрическое место точек в пространстве, которые равно удалены от одной данной точки, причем которая будет у нас называться центром. В нашем случае центром является точка О. Все остальные точки у нас являются вот в нашем пространстве, они просто вот равно удалены от нашей точки центра. Чтобы представить себе именно сферу, возьмите, надуйте шарик. Представьте, что он у вас идеально вот такой вот, идеальной шарообразной формы, вот, то есть не вытянутый, да, с пимпочкой. Представьте, что вы надули шарик, и когда вы его надули, пимпочка как бы куда-то вот этот вот, вот этот хвостик он делся, а при этом место, где вы надували, оно срослось и получился вот такой шар. Вот. Вот это вот и будет сфера. Внутри у нас пусто. Внутри у нас, ну ладно, есть воздух и все остальное, но мы будем считать, что пусто, ничего нет. А снаружи у нас вот эта вот резина, которая натянута благодаря давлению воздуха, да. Так вот, вот это вот то, что вы видите, это и есть сфера. Где-то там внутри нее есть центр. Он есть, но он невидимый. То есть эта точка не конкретно, что вы взяли и маркером поставили на доске или в тетрадке, да, в учебнике карандашом, неважно. Но вот эта точка, она существует. Мы будем для сферы ее называть мнимым центром. Мнимый центр, потому что просто ее не существует, но мы считаем, что этот центр есть. И относительно этого центра, какую бы точку вы не взяли, вот вы надули только что шарик, поставьте, возьмите маркер и поставьте точку на этом шарике. Эта точка будет равно удалена от центра. Поставьте в другом месте точку маркером, эта точка будет тоже равно удалена от центра. И таких точек на вашем шарике вы можете поставить бесконечное множество. И вот все это множество точек, это и есть геометрическое место точек в нашем пространстве, которые равно удалены от одной единственной, которую мы и называем центром. Это сфера. А вот это уже шар. Опять-таки по рисунку, а я не смогу определить шар это или сфера, пока мне не скажут в задаче или пока я не буду сама понимать, что я рисую. Если я рисую шар, то значит внутри у меня что-то есть. Здесь это попытались показать, показав полуокружность, которую заштриховали. Что такое шар? Вы, кстати, можете просто взять и сказать, что это взяли полукруг и начали вращать вокруг его диаметра. Таким образом получили шар. И вот, посмотрите, да, определение. Получен в результате вращения полукруга вокруг своего диаметра. Вот. И сфера у нас полуокружности. Да, вернемся к сфере. Я сказала, что это геометрическое место точек. Но дело в том, что вы сферу можете также определить, как и шар. Но просто здесь уже будете вращать полуокружность. Помним, что в окружности, да, окружность это то, что внутри ничего нет. Поэтому чем отличается сфера от шарика? В сфере внутри ничего нет, в шарике есть внутри заполненное пространство. А это означает, что у нашей сферы есть площадь. Вот сейчас перед нами сфера. Да, то есть много-много вот этих пересечений нам показывает, что, во всяком случае, легче представить, что сейчас внутри ничего нет. Снаружи у нас много вот этих вот линий, которые нам показывают нашу сферу. Так вот, площадь этой сферы мы можем посчитать по великолепной формуле 4πr². Обратите внимание, площадь именно у сферы. Но у нашего шарика тоже есть параметр, а точнее объем. Объем у шарика, площадь у сферы. У сферы нельзя посчитать объем, потому что у нашей сферы внутри ничего нет. Итак, объем шарика считается по следующей формуле. 4 третьих πr³. Да, уже объем, мы уже в 3D пространстве, поэтому радиус запоминаем в третьей степени. Итак, если вы знаете радиус, то вы можете посчитать как площадь всей поверхности, в которую вы ваш шарик запаковали, так и посчитать объем вашего шарика, который у вас есть тут внутри. Что ж, на этом, в общем-то, все. Объем у шарика, площадь у сферы. Сфера пустая, шарик у нас чем-то наполнен. Все, что нужно и стоило вытащить из нашего урока. Ну и, конечно же, формулы, которые будем применять в задачах. Спасибо за внимание!